Пастору открыл дверь его хорошей знакомой. Ни слова не говоря, он пустил внутрь пришедшего, уходя вглубь помещения. Духовник достал крестик, выставил ее перед собой и пошел за Леонидом. Оказавшись на кухне, оба сели за стол. Хозяин помещения сидел с чашкой чая и едва улыбался. На столе стояла алая губная помада. Губы его были измазаны еидолей поперек. И, когда пришедший это увидел, у него началась икота. Стояла тишина. Лишь едва слышанный скрип половец раздавался в коридор. Эх, Леонид Александрович, нужно было гигиеническую брать. Да не это уцвет артериальной крови. Уняв икоту нарушил молчание святой отец. Надо было уточнять. Я в косметике не разбираюсь. С скрипучим голосом ответил Каганов. Тем более, я и уже пробовал. Видишь, какой красавец. Теперь дождь назад не примут. Симот, агресиджи. Из зала раздался резкий встык. Что ж, пора. Негромко сказал хозяин, оставляя чай в сторону. Мужчины встали и прошли в соседнюю комнату. Откуда и шел Зу, открыв дверь. Перед невольным читателем предстала странная зрелища. Посреди комнаты лежал крепко связанный обнаженный мужчина. И ступленно бился в конвульсию. С пеной на губах шептал он. Не обращая на него большого внимания, наши герои принялись подготавливать комнату к ритуалу. Каганович принялся чертить помадой круг, тем самым создавая периметр для буйного пациента. Пастыр же. Достав из прихваченного с собой циквояжа кадила, начал освещать комнату, бормочать себе под нос молитвы. А ведь странно подумать, все они теперь старые, 70-летние. Продолжал бредить бесноватый. А бессонечки начитанные, пошли. Пробормотал исповедник. Кстати, как там дела на литераторном франсе? Да вон давеча Сереженька новый литр обзор выпустил, который очень разругает какого-то новоявленного песоков. За невыразительность и выпищевое многограммное употребление одних тех же слов. Хотя, сапкосноязычен, да и хорошее было мнение авторам за дефтологию не придирается. Парадокс, ты вот знал, что там же Хоббите в первом зоте слово норма повторяется аж 4 раза. По суждению Агаркова получается, что Толкин-то говноед. Пыхтя ответил гуру постмодершизма. Ну так у него князь процент, хороший автор. Что ты от него хочешь? Если человек 3000 книг, это еще не значит, что он умный. Захлебываясь, стинал пациент. Фух. Вытерев пот со лба, выдухнул владелец жилища. Можно начинать. К этому моменту на полу красовались руки бога и крест святой Нины, обрамленный кругом, а ком-то была наполнена дымом кадила и запах младана. Тем временем новоявленные экзорцисты подхватили одержимого под белые ручники и уложили его в центре очерченной зоны. Так, Леня, ты его держи, а я гвоздь завелать буду. Велел клирик. Дальнейшие действия сложно назвать гуманными. Распостав бренное тело подопечного, борцы с нечистью начали проводить распятие. Каганов удерживал беднягу, пока святой отец приколачивал руки и ноги к полу. Затем, окончив орудовать молотком, поп достал стальные прутья и стал со всей силы хрестать душевно больного, приговаривая словно мантру. Божий вечный, избави вы род человеческий от пленений дьявольского, избави раба твоего, всякого действия духов нечистых. Повели нечистым рукавым духом же и демоном отступить от души, от тела раба твоего и не пребывать и ниже сокрыться в нем. Да бежат именем твоим святым, единородного твоего сына и житворящего твоего духа от создания рук твоей. Да очищен вы во всякую искушение дьявольского, преподобный неправедный, благочестно поживаяц. Подобляем при чистых тайнах единородного сына твоего бога нашего, с ним же благословен ехи и претрославлен. С пресвятым и благим и житворящим Те духом, ныне и пресно, и вовеки веком. Аминь. Бегатай мала, слави, я оливался кеда. Яростно прорычал одержимый безумец. Словно крохотный сумасшедший, в своей обидной валоком, палатки для больных. Это плохо, зло вырывается, мы не можем дать ему владеть тело, закричал священнослужитель. Куру хрена, скорее хвалай брусья. Шарайся. Чертыхнулся Каганыч. Не думал, что эта тварь настолько сильна. Но было уже поздно, что люб подпринимает свет, в комнате погас, раздался страшный рев, а посмотревшись, напоследок успел подумать, что нужно было сразу эту гашизоиду грохнуть, не возиться с изгнанием бесов, после чего наступила всеобволакивающая тишина. И лишь спустя какое-то время, в англии прозвучал ужасный голос. Наконец-то я нежно прыгнул, как бешущим жалобою, вращающемуся соленому глазному яблоку. А затем все окутала тьма. На улице стояла прекрасная зимняя пора. Тихо шумели покрыты стеком деревья, морозный воздух был как никогда свеж. И казалось бы, ничто в этот вечер не предвещало деду. По тусклой священной улице брел запоздалый путник. Он шел к дому на отшибе, близ леса. В руках нее старенький саквояж, а сам был облачен в теплое пальто, а на голове красовалась норковая шапка-ушанка. Подойдя к ходу, он отряхнул налетевший снег и позвонил в звонок. Пастор открыл дверь его хорошей знакомой. Ни слова не говоря, он пустил внутрь пришедшего, уходя вглубь помещения. Стояла тишина. Лишь едва слышимый скрип половец раздавался в коридоре.